Аграрии и чувашии приступили к весеннеполевым работам. В большинстве муниципалитетов начали подкармливать озимы, а на юге республики уже сеют яровые культуры. Ход посевной сегодня обсуждали на завещании в Доме правительства. Сейчас дорог каждый день. Чтобы не потерять будущий урожай, работы на полях должны быть завершены в сжатые сроки, отметил глава региона. Управлять нужно, организовывать работу при веселах и подсказывать. Все меры нужно принять, чтобы не было простоев техники. Все бюджетные параметры, которые предписаны для сельхозтоваропроизводителя, они в свое время должны быть доведены. Тут никаких сбоев я не вижу. В этом году для поддержки агрария в бюджете региона заложили более 2 миллиардов рублей. Хозяйством пойдут на встречу и нефтяники. В дни весеннеполевых работ дизельное топливо будут продавать по льготным ценам. В целом обеспеченность ресурсами для проведения весенней кампании в текущем году превышает уровень прошлого года. По семенам обеспеченность 102%, доля кондиционных 95%. По минеральным удобрениям обеспеченность составляет 50%, накоплено 10 тысяч тонн. Задача агрария – переходить на рентабельные культуры. Сейчас стабильным спросом пользуется РАПС. По прогнозам будут расти и цены на зерно. Хозяйства должны увеличивать экспортные поставки продукции, отметил глава республики. На экспорт приличное количество продали сельхозтоваропроизводители Российской Федерации. И Россия уже не чуть ли, наверное, там первая или вторая страна в мире по экспорту зерна. Все те правила игры, которые выстроены, использовать надо максимально и работать на результат. Вся посевная площадь под урожай 19-го года составит 540 тысяч гектаров. Кераво всех планируется провести на площади 310 тысяч гектаров. Экспорт и цифровизация энергосистемы – ключевые темы форума РЕЛАФЭКСПО. В этом году он пройдет в пятый раз и соберет более 400 участников. Для предприятий республики это возможность наладить новые контакты. Сегодня все федеральные энергетические компании взяли курс на цифровизацию. И поэтому тема выставки была определена как цифровая электротехника, электротехника будущего. На выставке будет представлено передовое оборудование, комплектующие, используемое при построении цифровых подстанций. В Чебоксарах пройдет и международный форум Волга-Янзи. В его рамках столицы региона предстоит принять губернаторов провинции Китая и представителей ведущих вузов Поднебесной. Переговоры на высшем уровне – это еще один шаг к двустороннему взаимодействию стран и росту товарооборота. Дмитрий Ковалев и Павел Редков, Республика.